Всем привет! У нас продолжение. Да? После вчерашнего Алексей с утра сегодня проснулся. И что он тебе, Диан, сказал? Он говорит, сейчас будем есть вкусняшки. Я говорю, нет, мы их у Дианы. Да, у меня просто в пакете, вот что подарили нам Лена со Стасом, осталось все в пакете. И Алексей очень расстроился. Кофе-то я ему сделала. Кофе, да, кофе я... У меня много. Еще сейчас вам дам. Я только пять штук вам передала. Так что вот так. Еды у нас очень много осталось. Я уже почистила вот овощи. Так что сегодня мы гуляем. Рыба есть, шашлык есть. Да, только сил все это кушать уже нет. Но сегодня еще покушаем. Правда, уже без пива. Потому что вчера мы что там... Зато мы хорошо погуляли, да? Мне прям понравилось все. Чтобы они танцевали. Да. Что-то у меня голос чуть-чуть так охрип. Но мы сегодня с Дианой супермамы. Мы детей не отправили в школу. Потому что когда вчера мы приехали... У меня не было воды. Мои дети только помыли руки. И все. И вот пока я сумки разбирала туда-сюда, я смотрю, что-то Марика и Максима нету. Смотрю, Марик на диване уснул. Максим у нас на кровати в тех же вещах прямо. Мы их потом переодели, правда, сонных. Но Марик еще и в машине спал же у нас. Так что вот так. И мы их не отправили. Они так костром воняли. Вся голова в песке. Только поэтому, да, честно. Стыдно было даже таких детей отправлять. У меня воды не было. Мои даже руки не были. Вы, ты с ними поднялся? Ноги вообще грязнючие. Ужасно, честно. Я думала, что я приду, ну, хоть, как это, с бутылки волью. На ноги. У меня уже спали. Просто минуту они разделись, ведь я их положила. У нас даже не разделись, вот я же говорю. И все. А мы переодеваем их, а Сережа такой смотрит. Диана говорит, это что такое? А у нас вся кровать в песке. Вся. У меня сегодня было три стирки. Он все вещи висят там. Это два захода. Я сейчас белье вот постирала. Еще нужно, я хочу рюкзак постирать, потому что он так провонялся вот костром и всем. И что-то еще, я не помню. А, и вот эту подстилку, на котором дети сидели. Ну, вам вчера понравилось? Тебе понравилось вчера на море? А знаешь, что Максим говорит? А подписчики тоже к нам в гости придут? Ну, я сейчас сказала уже, что сейчас Владик и Алексей придут. Я говорю, нет, они уже сегодня уезжают. Да. Конечно, чуть-чуть Сережа подкачал. Вот сейчас он уже дома. Полпятого он дома. Нет, мы звонили с работы, Дианочка, он не пошел. А вчера он в 9 часов к нам, они приехали. Потому что он вчера поздно закончил. Ну да, в 9 часов. Сейчас он не поехал. Я тоже сейчас с утра уже искупалась. Ну, пускай работают. Мне ничего не говори, Сережа. Потому что вчера я одного работника не было, второго Сережа отдувался. Сегодня пускай они за тебя отдуваются. Хоть один раз же нам должно повезти. У вас будет, не знаю, что, сахар очень сильно поднимется. Полная коробка была, желе. Червяки и мишки. Вот все, что осталось. Это они еще вчера уже почти доели. Но много в песок упало у них тоже. Сереж, не обедай детей. Ладно, мне не жалко. Ну что, давай шашлык, машлык, рыба. Покушаем. Сережа сейчас купил молоко. Сейчас. Я уже сегодня маски достала. Нырять будем. Ну что, мальчишки? Как настроение? Особенно хорошо, что в школе не были, да? Но уроки мы уже сделали. И стих километровый выучили. Вот эти соленья, Диана. Ты видишь, у меня почти ничего не осталось. Я сегодня весь день ела их. Огурец понравился. Они, видишь, мелкие. В кормилице продаются. Хорошо, что я мне, Лена, фотографию прислала. Я посмотрю. Обязательно куплю такие. Очень вкусно. Диана, а это как мы подогреем? Наверное, на тарелку и в микроволновку. А сейчас басмазки можно подогреть. Она не поместится мне в микроволновку. Шашлычок. Так, давай будем все согреть, чтобы ничего не попало. Владик, иди в комнату. Ему с нами весело. С телефоном в руках. Да. Так, давай, давай мне тарелку. Бери. Ты что, не знаешь, где у меня что? Бери в первый раз. Наш стол накрыт. Да. Все очень вкусно, аппетитно. Особенно пахнет костром. Я только избавилась от этого запаха. Волосы пока не помыла, Диана, это просто ужас. Пока не скупалась, все вещи не перестирала. У нас прям запах костра был конкретный. Не, ну я не жалуюсь, мне очень все нравится. Рыбка наша красавишная. Я ее тут чуть-чуть прикрыла, половину с утра. Да, поела, да. Шашлычок, овощи, кайф. Соленья вот эти, я в них влюбилась. Я уже сколько раз это сказала, но это правда очень вкусно. Огурец, помидор и сыр. Компот и подлива. Все, садимся. Приятного нам аппетита. Что это? Что жарко? А кто всю зиму нырл? Я чур лето, я чур лето. Я еще позвала Диану не только для того, чтобы детям все раздать, но и для того, чтобы это все съесть, потому что так мы будем это кушать. Сказала, как буду, я сейчас все съем. Нет, Сенька, я все равно выкидываю. Что, не съешь, я вам с собой дам. Думаешь, вчерашний борщ, говорит, приходи завтра. О, холодненький, кайф. Приятного нам аппетита. Ну что, больше не хочешь шашлычок? Нет. Нет? Мы сейчас детей покормили. Максим хоть чуть-чуть поел. Вчера они вообще шашлык не поели. Марик хорошо покушал. И сосиски. И все. Мы, у нас тоже, в принципе, вчера особо дело до овощей не дошло. Потому что поздно. Стас нам все пережарил. Потом только Витя и Сережа пришли. Позвали человека, не говори на пикник. Да, на пикник позвали. А мальчики пришли в конце. Я не понимаю, почему Витя не заходил. Ну как, Сережа же позвонил, ему сказал, сейчас я буду. Ну я выезжаю. Помнишь, сколько раз он нам говорил? Я выезжаю. Через 40 минут звоню, где ты? Я выезжаю. У них то база там не поднималась, то еще что-то случилось. И вот так он выезжал, выезжал и никак не доезжал до нас. А Витя сидел дома и ждал его. Ну потому что он ему говорил, я выехал. Выезжаю, выезжаю. У тебя мокрый. Это жирный. И что? И все. Даже рыбу я еще не ела. Ну я утром, вот говорю, кусочек вот этот, хвостик поела и все. Это единственное, что я сегодня ела, а уже 5 часов. Это ж тяжело. У меня потом уже разжарила утром с пикника. А, вареную? Угу. Вот сыр. Я не откажусь. Кусочек сыра очень вкусный. Пускай он сейчас с работы тоже приедет покушать. Можно ему сказать, он позвонит потом мне. Я хочу на море. Сегодня такая погода хорошая. Но Диана меня отговорила. Во-первых, там все мокро. Во-вторых, мы детей накупали уже дома. Да. Сейчас пойдешь, ветерок все равно есть. Да. Погода, да. Я вот смотрела Сергея Схомского. Он сегодня купался. И в море оно прям конкретно грязное было. Да, у тебя эта штука отсвечит, не показала, что у тебя в глазу волос. О, господи. Ну, я говорю, посмотри туда, посмотри сюда. Наконец-то я видео со Скурчей выгрузила. Диана, пять или сколько дней я его грузила? Ну, четыре, это сто... Три точно, я знаю. Четыре. Даже. Оно не выходило, и все. Я не знаю, что это было. Оно просто не грузилось. Я его просмотрела? Оно вышло уже? О, в пять часов, да, уже должно было выйти. Надо посмотреть. Если так долго грузилось, может быть там что-то не так? Не то, что не... Оно не... А я его загружала, а оно в Ютуб не выгружалось. Да это по дороге терялось. У меня уже сколько следующих смонтировано, а это никак. Не знаю, что-то, да, как-то... Боросня какая-нибудь. Замоксивай. Постоянно с этим Ютубом что-то не то. Угу. Папа сегодня должен меня спрашивать, ну как вы вчера погуляли. Какой красавчик. Маленький. Угу, целенек был. А! Да я на тебя смотрю, как ты его ешь. Сок! Сок! Он полностью там сок был внутри. Я специально тоже посылала. Очень вкусно. Да. Теперь я точно хочу на море. Просто полежать, отдохнуть. Вчера мы там с кайфом сидели, отдыхали. На мокром? Вот это, мне кажется, молодая морковка. Видишь, по ней видно. Да. Молодая морковка. Хотя, ты знаешь, там, ну не знаю. Ну посмотри, даже вот по шкурке, видишь? Я вчера прям маленькую видела. Надо маме передать эти соления, она с ума сойдет. Да, я вчера столько проникновили, когда вечером приехала. А я сегодня, вот, я говорю, я ничего не ела. Я только их ела. Я подойду к холодильнику, открой пакет, поем. И потом воду пью. А, ну да. А попьемся? Что вам? Давайте, доедайте все, ничего не знаю. Срош, ты вообще мало поедешь? Не могу, я ел. Он у папы покушал, он же еще туда заезжал. А что ты ел? Фасоль. Я тоже сказала, вот с этими соленьями фасоль была бы бомба. Он говорит, у нас... А он говорит, там мало было, и этот... Хочешь сварить? Я вон котелок даже достала. Но потом думала, куда? Там, ну, как будто там фасоль такой... Томбезно варить. Нет, причем трудно. Места в желудке нету. Ничего не смущает тебя? Ну что, зачем вам фасоль? Почему ты с длинным рукавом ходишь? Жара на улице. У нас куртки был, там у папы забыл. А. Я куртку там забыл. Где? У мамы. Кожаную? Угу. Нет, в зад. Понятно. Все, мне пылесос надо собирать. Надо нацелиться на рыбку мне. Два дня подряд невозможно кушать. Всем привет! Ну, рассказывай, что ты мне тут говорил. Они говорят, наша еда готова. Наша еда готова. Сейчас придет наше меню. Меню будет? Максим, и что вы приготовили? Медведя. У? Их нету пока. Нету? Вы их уже съели? Да. Пока готовили. Они типа жарили на сковородке. Медвежат желейных. Да. Сейчас еще дадим вам. Вкусно было? Да. Это они на кровати играют. Алексей, вон в компьютере, а дети на кроватке. Кайфуют. Ну, играйте, давайте. Не буду я вам мешать. Сейчас еще желей. Фонарь. Да, я включила фонарь, они попросили. Сейчас принесем. А вот сюда. Вот сюда? Да. Давай. Ой, один упал. Один упал. Для пиццы? Ладно. Готовьте. Я пошла. А что ты такой молчаливый, Максим, сегодня? А-а-а. Вчера как стеснялись сначала мальчишки, да? Молчали всю дорогу в машине, а потом разошлись, не остановишь. Уже подушка зеленая. Где подушка зеленая? На мой. А-а, надувная вот эта? О, а где Алексей? Уже ты играешь? Они по очереди у нас так играют. Марик, пока. Давайте, да, Диана уходит уже с Владиком. Витя за ними приехал, подниматься не хочет. Так что мы на этом с вами тоже прощаемся. Всем пока. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова